И хотя те два полка велел я переменить господину Неплюеву разными командой его людьми и идти велел за собою, однако он и в пути медлит и не знаю, когда ко мне прибудут. Да и в тех четырех великороссийских неполных голых и босых полках, при Баку моем обретающихся, больше дву тысяч не сберется, и о косами господа полковники сказывают, из которых четырех полков два фортеции Печерской остались. И если прибуду к Стародубу, то разве пойду в самый город, в осаду? А тут в Украине внутренний огонь бунтовничей от гультяев пьяницы мужиков во всех полках начал разгораться, которые, услыша о вступлении в малороссийский край неприятельском и моем к Стародубу малолюдном отдалении, Всюду в городах великими купами, с киями и с ружьем ходят, арендаторов бьют до смерти, вино насильно забирают и выпивают, как в полку Лубенском, арендаря и к Титера убили до смерти, в Мглине сотника тамошнего казаки изрубили и спицами покололи. Сотницы сына обозного моего, войскового генерального на силу с женою своею, уходом спаслись. В Гадичи на замок тамошний наступали, хотя добро мою там разграбить и господаря убить, которого постигла бы смертная кончина, если б с мещанами от тех гультяев не отстрелялся. А воздвигнули то внутреннее смятение казаки во время партикулярной баталии от неприятеля распрошенной. Кажется, под Кодином, которые разбегшиеся в полке огласили, будто войска все великороссийские и малороссийские неприятель разбил, и люди полку Стародубского великими таборами уходят в дальние места, которые между непостоянным народом неистовыми словами рассеяли те плевелы, будто они пачат войск малороссийских бегут, что села всюду будто в полку Стародубском жгут и грабят, и неприятель будто им никакого разорения не чинит, которыми ведомостями зачался в простом и малодушном народе мятеж и роптание, а между гультяев своевольство, ибо опасность и в том великая, что два предводителя гультяйские, один перебежный, другой молодец, прибравший к себе своеволец и больших великороссийских людей Донцов-2000 по берегам Днепра, и в полях шатаются, и людей разбивают, да и от Польши небезопасно, понеже как граф Головкин пишет до меня, что Станислав в Киев уйдет, так и резидент мой при господине Синявском прибывающий тоже подтверждает. Рассуди, ваше княже, светлость своим высоким благоразумием, какая в том польза будет интересам монаршам, если я пойду в Стародубовщину, онного только полку бы ранить, а тут всю Украину в таких трудностях, опасностях и в начинающемся бунтовничьем пожаре на крайнее разорение оставлю, а не дай Боже, еще мне какова там от неприятеля несчастье, то какой оттуда возгорится огонь внутренний, выразумить можно. Изволь, ваше княже, светлость, ясно ближайший монаршего боку и тайны его государственных дел, первейший по-фальши министр, от Бога дарованным себе премудрым разумом и искусством наставите меня, как имею в таковых трудностях, и в указах поступить и исправиться. Меньшиков, пересылая это письмо Петру, написал свое мнение. Мне кажется, до Стародуба его ради тех противностей заволакивать не для чего, что отдаю ваше высокоздравое рассуждение. Петр отвечал, что хотя известия Гетмана о внутренних волнениях Малороссии и не совсем справедливы, было восстание на жидов, а не против правительства, однако Гетмана отволакивать ненадобно, понеже большая польза его в удержании своих, нежели в войне. Не отволакивая Мазепу к Стародубу, Меньшиков писал ему, чтобы он свиделся с ним для необходимых совещаний, но когда Мазепа объявил об этом Ломяковскому с товарищей, те закричали, «Если поедешь, то и себя, и нас, и Украину погубишь». Сам Мазепа боялся, что его хотят приманить и, прибрав к рукам, возобновить дело Кочубея, ибо приходили известия из Польши, что там всюду громко говорят о сношениях его Мазепы с королем Станиславом, и потому Мазепа решился послать к Меньшикову племянника своего, Войнаровского, с объявлением о тяжкой предсмертной болезни своей и об отъезде своем из Батурина в Борзну для соборования маслом от киевского архиерея. Мазепе хотелось употребить все средства, чтобы не ехать к царю или его полководцам, и в то же время не хотелось посылать Карлу до последней крайности. Как обыкновенно бывает в подобных обстоятельствах, он ждал, чтобы другие принудили его сделать последний страшный шаг. Ломяковский с товарищей настаивал, чтобы Гетман послал к шведскому королю с предложением союза. Однажды вечером Мазепа послал к ним Орлика потребовать, чтобы сказали решительно, посылать или не посылать Карлу. Ломяковский от имени всех товарищей велел отвечать довольно дерзко, что они удивляются такой сонливости и медленности Гетмана. Сколько раз просили они его послать Карлу, когда тот еще был на границах, но Гетман не послал и этою своей медленностью, впровадил в Украину все силы великороссийские на разорение кровопролития всенародное, и теперь, когда уже шведы под носом, неведомо для чего медлит. Мазепа рассердился и сказал, знаю, что все это переговаривает тот лысый черт Ломяковский, и, призвавший к себе обозного с товарищей, дал на них окрик. Вы не советуете, только обо мне переговариваете, черт вас побери. Я, взявши Орлика, поеду ко двору царского величества, а вы, хотя, пропадайте. Потом, смягчившись, спросил их, посылать королю или нет. Как же не посылать, давно пора, не надо б на откладывать, был ответ. Тогда Мазепа велел позвать управителя своей шептаковской волости Быстрицкого и заставил его присягнуть в сохранении тайны. Орлик написал по латыни инструкцию посольства к первому министру Карла XII, графу Пиперу. Аптекарь Гетманский перевел инструкцию на немецкий язык. Без подписи и печати отдали ее Быстрицкому, который отправился в шведскую армию с пленным шведом вместо переводчика. В инструкции Мазепа высказывал великую радость о пришествии Королевского Величества в Украину, просил протекции себе. Войску Запорожскому и всему народу малороссийскому и освобождение тяжкого Иго Московского уведомлял, что он, Гетман, находится в большой опасности, и потому просил о скорой присылке войска на оборону, для которого обещал приготовить паромы на Десне у пристани Макошинской. Между тем, Меньшиков 19 октября был уже в Горске, в Черниговском полку, откуда 20 числа писал царю «Господин полковник, доношу вашей милости, что мы, с находящейся при мне кавалерию, пришли сюда вчерашнего дня, слава Богу, в добром состоянии. Его милость, господина Гетмана Мазепу, со дня на день я к себе ожидал, но вчерашнего дня вместо его получил видеть господина Войнаровского, через которого пишет ко мне, что едва не последний через него отдает мне поклон, ожидающий себе последнего целования». Понеже, конечно, при кончении своей жизни обретается, и для освящения маслом поехал он в Борзну, где ожидает его киевский архиерей. «И сия об нем ведомость, зело меня опечалило, первое, тем, что не получил его видеть, который зело мне был здесь нужен, другое, что жаль такова доброго человека, ежели от болезни его Бог не облегчит, а болезни свои пишет, что от подагричной и хирургичной приключилась ему апеллепсия». Меньшикову очень нужно было бы видеть Гетмана, потому что он нашел малороссийские полки в самом печальном состоянии. 21 октября он писал царю, «По неже опасаюсь, дабы неприятель к Новгородку не пошел, и там Десну не переправился. Того ради весьма надлежит в тех местах Десну людьми укрепить, дабы он на великой переправы неприятель свободно, без всякого запрещения, переправиться не мог. И хотя о том я господину фельдмаршалу Шереметьеву ныне постоянно и предлагал, чтоб для того при них обретающуюся кавалерию не стройных всех, так уж и инфлянта, на ту сторону Десны отправили, дабы он и неприятелю ту переправу запрещать могли, однако же вашей милости о том доношу, чтоб вы от себя паки о том подтвердить изволили. А что велено туда идти войску гетманскому, и на ту слабая надежда, пунежа, как и здесь мы видим их, что все в великом страху от неприятеля, и из домов своих совсем убравшись, кое-куда в рознь разъезжаются. Здешнего Черниговского полку только с полтораста человек здесь мы изобрели, и те из последних, а из старшин, почитай, никого не видим, а которые появятся, до того ж часу спешат со двора, чтобы убраться и бежать. При всем за благо вашей милости советую, что мне кажется, время и самим вам к армии путешествовать ради лучшего при сих обстоятельствах распоряжения. Петр еще до призыва Меньшикова путешествовал к армии, и 21 числа был в 80 верстах от Брянска, а между тем в Борзну к Мазепе возвратился Быстрицкий с устным донесением, что сам Карл обещал быть у Макошинской пристани 22 октября. Но в этот день шведы не явились у Десны, а на другой день 23 числа прискакал Войнаровский с вестью, что завтра к обеду приедет в Борзну Меньшиков для свидания с умирающим Гетманом. Войнаровский рассказывал, что убежал тайком от Меньшикова, потому что подслушал, как немецкие офицеры между собой говорили, помилуй Боже этих людей, завтра они будут в кандалах. Получив известие о намерении Меньшикова приехать в Борзну, Мазепа порвался, как вихрь, и в тот же день поздно вечером поскакал в Батурин, а на другой день рано, переправясь через семь, приехал вечером в Короб, где переночевал на другой день 24 числа. Рано переправился за Десну и ночью достиг первого шведского драгунского полка. Отсюда отправил Ламиковского и Орлика к королю, а за ними поехал и сам с отрядом, состоявшим не более как из двух тысяч человек. В селе Бахмаче присягал он торжественно на Евангелии перед генеральную старшиною, полковниками, сотниками и знатным товариществом, что он не для приватной своей пользы, но для общего добра целой отчизны и войска Запорожского принял протекцию короля шведского. Потом старшине и всему знатному товариществу велел присягать, что будут верны ему, Мазепе, и будут признавать протекцию короля шведского. Между тем, Меншиков ехал в Борзну для свидания с Гетманом, но на дороге встретил его полковник Аненков и по отправлению от Гетмана из вычайного комплимента сказал, что Мазепе из Борзны поехал в Батурин. Меншиков туда. Нет Гетмана поехал наскоро в Короб, но тут Меншикова поразило то, что встретил его один великороссийский полк Аненкова, а все сердюки и Батуринские жители перебрались в замок и засели в нем, мост был разведен, по стенам стояли вооруженные люди в строю с знаменами и пушками. Меншиков послал к ним полковника Аненкова спросить, для чего поступают по-неприятельски. Аненкова в замок не пустили и дали ответ со стены, что поступают по указу. Меншиков сейчас же поехал в Короб, думая застать там на конец Гетмана и получить от него объяснение, но отъехав полторы мили от Батурина узнал, что Мазепа уже за Десною. Меншиков отправился к Десне и из Макошина 26 числа уведомил царя о своих разъездах за Гетманом. И через сие злу хитрое его поведение за истину мы признаваем, что конечно он изменил и поехал до короля шведского, чему явная есть причина и то, что племянник его Войнаровский, будучи при мне, в 22 день сего октября в самую полночь без ведома и с нами не простясь к нему уехал. И с того времени уже ко мне ни о чем он, Гетман, не отзывался. И так об нем инако рассуждать не извольте, только что совершенно изменил. И для того за благо вашей милости советую, что при таком злом случае надлежит весьма здешний простой народ утвердить всякими обнадеживаниями через публичные универсалы, выписав все его гетманские к всему народу озлобления и тягости. И чтобы ни его никакие прелести не склонялись, понеже, когда он сие учинил, то не для одной своей особы, но и всей ради Украины и без того не пройдет, чтобы каких не было от него здесь прелестных универсалов или тайных каких факций. При семь еще доношу вашей милости, что в здешней старшине, кроме самых вышних, так уж и в подлом народе с нынешнего гетманского злого ученику никакого худа ни в ком не видать. Но токмо ко мне изо всех здешних ближних мест съезжаются сотники и прочие полчане и приносят на него в том нарекание. И многие просят меня со слезами, чтобы за них предстательствовать и не допустить бы их до погибели, ежели какой от него гетмана будет над ними промысл, которых я всяким обнадеживанием увещеваю, а особливо вашим в Украину пришествием, из чего они, по-видимому, в великую приходят радость. Петр с главную армию сторожил на Десне в местечке по грибках движения неприятеля, когда 27 числа получил письмо Меньшикова и ночью написал ему ответ. Письмо ваше о нечаянном, никогда злом случае измены Гетманской мы получили с великим удивлением и ныне надлежит трудиться, как бы тому злу забежать и дабы не допустить войску казацкому при Десне бывшему переправливаться за реку по прелести Гетманской. Того ради пошли немедленно к тем местам, где они несколько полков драгун, которые бы то им помешали, а полковникам и старшине вели сколько возможно ласково призывать и говорить им, чтобы они тотчас ехали сюда для убрания нового Гетмана. А буди полковник Миргородский где поблизости обретается, то прикажи его сыскав к нам прислать обнадежи его милостью нашу, потому что он великий неприятель был Мазепе. Так уж и вы немедленно приезжайте. На другой день написан был манифест. «Объявляем верным нашим подданным малороссийского народа, духовным и мирским, а особливо войско запорожского генеральной старшине, полковником, сотником, атаманом куриным и всему войску малороссийскому, стоящему по десне и в иных местах против неприятеля. Известно нам великому государю чинилось, что гетман Мазепа, забыв страх Божий и свое крестное к нам целование изменил и переехал к неприятелю нашему королю шведскому по договору с ним и Лещинским от шведа выбранным на королевство польское, дабы с общего согласия с ним малороссийскую землю поработить по-прежнему, под владение польской церкви Божьей и святые монастыри отдать в унию и понеже нам як государю оборонителю малороссийского краю, надлежит отеческое попечение у вас иметь и дабы в топор обощения и разорение малороссии так уж и церквей Божьих во сквернение не отдать. Продолжение следует...